Дорогие друзья, фильм, который вы сейчас посмотрите, посвящен бадминтону. Бадминтон это такая игра, которая вроде бы известна почти всем, потому что в бадминтон играют дома, играют на улице, играют в школьных и университетских залах. И казалось бы, в общем, этот вид спорта знают все. С другой стороны, по-настоящему играть в бадминтон могут немногие. Но сама игра появилась довольно давно. Как известно, бадминтон или игры, похожие на бадминтон, были распространены в Азии, в Китае, в Индии, в Древней Греции, но потом пришли в Европу. С тех пор прошло много времени, и в настоящий момент эта игра увлекает огромное количество людей на нашей планете. Достаточно сказать, что в мире насчитывается более 150 федераций бадминтона. То есть практически в бадминтон играют в каждой стране на нашей планете. Мы тоже играем в бадминтон, и я считаю, что это очень хорошо. Это очень полезно, потому что эта игра развивает, естественно, как и всякая спортивная игра, физическую форму, развивает глазомер, точность, реакцию. Просто помогает в жизни решать самые разные задачи, потому что тот, кто хорошо играет в бадминтон, тот быстро принимает решения. Стало быть, у него есть воля, воля добиваться результатов. Ну, конечно, игра в бадминтон, она не просто игра, это еще и большой спорт. И уже 20 лет бадминтон входит в программу олимпийских игр. Я уверен, что у нас тоже будут большие успехи бадминтона, если мы сможем начать настоящие тренировки в школе, в университете, ну и вообще просто в тех местах, где это возможно делать. Поэтому я желаю всем, тем, кто любит бадминтон, больших успехов в тренировках. И еще одна, может быть, любопытная деталь. Наш первый космонавт, великий человек Юрий Алексеевич Гагарин тоже любил эту игру и играл в нее хорошо. Поэтому я надеюсь, что, посмотрев этот фильм, у вас появится большее желание играть в бадминтон. А стало быть, у нас у всех будет больше успехов в этом прекрасном виде спорта. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»